Украина перехватывает инициативу. Для победы необходимо дальнобойное оружие, Минобороны. Украинские воины выполняют военные планы в соответствии с оценками. В то же время, для победы над Россией необходимо оружие дальностью до 200 километров, об этом рассказал замминистра обороны Владимир Гаврилов, сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграм-канал Министерства, как рассказал Гаврилов, украинские военные перехватывают у врага инициативу. Однако для ее наращивания необходимо дальнобойное оружие. Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне – это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 километров, рассказал замминистра. По словам Гаврилова, сегодня Украина находится на пути к получению истребителей, которые, в свою очередь, помогут защитить наше небо от российских баллистических и других ракет. «Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым», – подытожил Гаврилов, ситуация на фронте по состоянию на утро 13 июня. Наши воины освободили от врага семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. А именно – Лобковая, Левадная, Новодоровка, Нескучная, Сторожевая, Макаровка, Благодатная. Как пишет генеральный штаб, враг сосредоточил свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. Тем временем наши воины вытесняют врага с его позиций в районе Бахмута. Также преуспевают на границе Запорожской и Донецкой областей. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.